Диана Арбинина и ее, может быть, лучшая колонка в ростном пионере. Впрочем, мне хотелось рассказать про каждую колонку, которая у нее... Слушайте, я ищу гувернера. Это не шутка. Правда, мои дети пошли в школу, и в музыкальную школу, и у меня уже нет терпения. Ходят всего неделю. Гувернера нужны с... Я, правда, не разыгрываю. К миссии это не имеет никакого отношения, но разве что если найдется человек, который не знает еще темперамент этих детей. Так вот, гувернер нужен с половины пятого до половины девятого. Я готова обсуждать варианты. Что касается, спасибо за внимание. Пошла. Я, наверное, жвачку все-таки вынула, а то как-то не очень, наверное... Обещаю не торопиться. Ну, конечно же, солнце. И, конечно же, море. С лазурным цветом, которого тебя познакомили, когда тебе было 22 года. Сергей был на 11 лет старше и на пару жизней опытный. Так что знакомство с лазурью произошло основательное. Сверху, стоя, на боку, в сортирах ресторанов. Оголтела в торопях меня. И, конечно, он любил подтягивать тебя за бедра и шлепая по татуированному треугольнику, преображаться вот этого итальянского мастифа. После соития, которое вы вербализовали не иначе, как «пойдем приляжем», он, опрокидывая в себя каплю вискаря шел в душ, а ты оставалась в постели. И жеманно поигрывала пальцами там, где Сергей только что был, но ничего не оставил. Ни с первой, ни оргазма. Потом мы выходили в вечерний город, и совершался невинный 20-30 тысяч на шопинг. Сергей был щедр и незаметно для себя расточительный. Крутое было время. И вот ты идешь по набережной, и волшебная пляжная холщовая сумка, на ней не оставляющая сомнений якорь, с не оставляющими сомнений вензелями, такие же вензеля на твоих эспадрильях и внутреннем воротнике воздушной блузы. Все это уже после Сергея. И дешевле. Но сейчас цена не главная. Ты идешь на рыбалку. А среди рыбалков чем проще с виду, тем безопаснее. Самое главное в твоей схеме располагать. Расположить к себе приманка, не оставляющая шансов для простаков, простафиль, альфонсов, недотек и недалеких, которых вокруг тебя пруд прудит. На этот раз твоя цель – ключ. В твоей коллекции миллионы ключей. Но сегодня ты идешь за главными. И старайся он с крючка. Не войди в дверную скважину. Грош – цена твоей коллекции. Карета превратится в тыкву, а гора раритетных и редких, исторически загадочных, груши подобных изделий превратится в гору ржавого, беспонтового, металлолома. Ну, конечно же, море. И, конечно же, солнце. Конечно же, скузи, амор и мио, и паром с хэр с ломтиками милона. И дуэт там матов с оливковым маслом на кончике столового ножа. Нож блестит. Лезвие отливает влажно-серым. И заказывая фокачу, ты не отказываешь себе от кусочки. Кусочки. Остальное уходит туда. Ох, не выучила на юг. А туда... Жбачка! Ну, я дочитаю. А туда, откуда пришло, только чуть левее. Испехни слов Милкина. В очководовительского помойного ведра. И, конечно же, ты очень, но очень невероятно волнуешься. Надо словить. Проиграть сегодня нельзя. И аппетит пропал. Ой, американо с теплым молочком, пожалуйста. Тебе невероятно нравится твое лицо. И руки, и шея, и животик, и реснички над огромными кальними глазами. Ты так изысканно, так женственно, так ароматно, так сексуально. Тебе идет все. Платье в пол и намек на юбку. Искусно надорванные на коленках джинсы, висквайры, Пиджаки и Шанель, и каблуки, и кроссовки, и балетки, и кеды, и туфельки, и гавайи, А если сапоги от Валентина, еще так выражительно, босиком на барной стойке с бокалом белого, Который остается нетронутым весь вечер. Потеря рассудка? Дорогое удовольствие. Даже роскошь. Как вдруг купить коня, забыв, простоила. В общем-то, красавица. Невероятная красавица. Великолепно английский хвалит каждый, кому ты говоришь «хеллоу». Это грехово не предел. Итальянский, латыни, румынский, эвритхинди. Такая же, как ты, сумасшедшая, изысканная лингва. Звись. Стоп. Пока писал, все это, и завелся. Надо перекурить это дело. Откапывать прошлое. Жестокий досуг. Надо сказать. Как Балабановский груз двести. Смертвый смердит, но даже смердя не теряет свой ностальгический, убойный шарм. Пока я писал, проголодался указательным пальцем левой руки, тюкаю, набирая текст правой, рукой жиру картошку. Запиваю пивом вкусным. Чуть не сгорела колбаса на плите, такой увлекся. Набираю текст очень медленно. Мой старенький IBM прощелкивает согласное. Б-Р-Т-И-Х. Приходится дописывать вручную, так что прошу извинить за жирные пятна. Вписываю рукой, которую ужинаю. Пошел, перекурил, прочитал, что написал. Ну, конечно же, солнце. И, конечно же, кафе под тентами. И ты, не торопясь, облизываешь губы. И подходишь все ближе и ближе к пристани, где стоит заветная яхта с экипажем и дайвером, готовым для тебя нырять и утыкаться башкой в средиземное дно раз за разом, час за часом. Почасовая тебя не смущала никогда. Верно выбранная цель всегда оправдывает любые средства. Ключ он там, ты знаешь, наверняка координаты, радиус, глубина совпадают идеально. Промаха быть не может. Темноволосый итальянец с капитанской фуражкой протягивает тебе руку и ласково притягивает к себе, принимая на борт. Ты повинуешься и отдаешь ему свое тело. И локоть случайно задевает твой сосок, который мгновенно встает. И воздушная блуза обнаруживает аккуратную виноградину, которую мгновенно замечаете вы оба. Тебе приятно? Капитан смущен. Вы нежно взволнованы. Чудесное путешествие начинается. Сергей это кино жестко. Уже был назначен день свадьбы. И уже твоя мама через раз называла его на ты и Сережка. Ему это детское имя нравилось. Софья Николаевна вообще была славная, светловолосая, красивая, стареющая 60-летняя женщина. Она очень любит тебя. И, безусловно, будет любить. Но уже без физического, без возможности сказать это. За неделю до свадьбы мы опять полетели в Италию, в тот город, где когда-то случились лазурные любовные уроки. Ты уже была опытнее, умела не торопиться, чем приводила своего мастифа в полный восток. Ты уже была девчонкой, молодой, своенравной женщиной. Ему все это нравилось. Он любил тебя и мрел от каждого твоего каприза. В воскресенье, накануне вылетоданное ранним утром, ты побежала на обложку в Глашевый рынок и вернулась оттуда в невероятном возбуждении. Амур и миу, амур и миу, ты посмотри, какой экспонат, какой красавец! Волнуясь, ты разворачивала перед сонным Сергеем старую пожухлую газету. В ней лежал огромный старый ржавый ключ. «Это че?» спросил Сергей, пытаясь загробастить твои бедра и втащить на себя. Ты села на него сверху и, продолжая разглядывать ключ, практически не обращала внимания на то, как быстро и уверенно он снимал с тебя легенькое бледно-розовое платье. Практически сразу случился коэтус. Ты потрыгивала на Сергея с ключом в руках, абсолютно счастливая, запрокидывала голову, кричала, поднимала ключ над головой и смеялась. А ключ? А ключ был действительно необычен. Без стандартных завитушек и круглой головки он скорее напоминал изящную средневековую отмычку. Прямой, покрытый охрой ржавчиной, тонкий, но тяжелый. «Интересно, его пропустят?» «Трочная кладь», — волновалась ты. Самолет был завтра. «Свадьба через два дня». «Пропустят, милая, пропустят», — говорил Сергей. «И если не пропустят, я куплю тебе огромный чемодан, и мы положим его туда. Представь, огромный чемодан, и в нем только золотой ключик. Балбес смелости!» — шлепая Сергея по плечам. А потом случилось вот что. Мы пошли ужинать на плечал. И пока ждали заказ, целовались и благодейся на перила. Ключ ты зачем-то взяла с собой. И он был в руке у Сергея. И в тот момент, когда официант, несясь мимо, с громадным подносом мустрит задел ваш столик, а тот с бутылкой шампанского, сервированной тяжелым серебром, полетел в твою сторону и перевернулся, в попытке уберечь тебя от возможности удара, ранения и боли, Сергей ржал ладонь, рванул тебя за плечи, прижал к себе, а ключ кувалдой улетел в море. Ты оцепеняла. Мне показалось тогда, что все до единого в этой гребаной итальянской морской таверне услышали, как оглушительно остановилось твое сердце. Поднялся переполох, испуганный официант просил прощения. Разбитая посуда исчезала в руках расторопных уборщиков. По ступеням тяжело дыша спускался хозяин, и без того багровое лицо его от ярости наливалось цветом баклажана. На столе располосался новый крахмал ослепительной скатерти, а ты все смотрела, смотрела, смотрела и смотрела в черную глубину моря. «Милая, мы найдем, мы еще лучше найдем, еще лучше», — повторял Сергей, уже понимая, что случилась какая-то недоступная его пониманию беда. «Не смей идти за мной», — тихо сказала ты и пошла по причалу к набережной. Свадьбы не было. Сергею отказали в доме, он искал встречу, пытался объясниться, додонял после работы. Встречал перед домом, ты переходила в улицу и была непроницаемой. У меня закончились сигареты и пиво. Перешел на водку. Колбаса остыла, я порядком устала. И оконченный алкаш. Я пью постоянно, но сегодня у меня особый повод. Сегодня у меня праздник. Сегодня я обязана влить в себя ровно то количество, которое необходимо для того, чтобы поднять трубку, когда случится долгожданный звонок. Я думаю, ждать максимум два часа. Время и есть закончить тюкать по клавишам и впервые за 20 лет выдохнуть легко и свободно. Ну, конечно же, солнце. И, конечно же, море. И, конечно же, яхта. Она покачивается на волнах. Вы дрейфуйте в одном квадрате невероятно прекрасной соленой воды. Тебе предложили брасейку, и сегодня ты не отказалась. Ты пригубила, и день стал еще прекрасней. Сегодня ты найдешь ключ. Ты веришь в то, что эти парни, эти настоящие итальянские просольные на солнце мачо достанут тебе твою игрушку. Игрушку, которая сломала мою гребаную жизнь. Слушай, я так и не понял, что тогда случилось? Я так и не въехала. Почему кусок железа? Для тебя было важнее моей души, моего сердца, моих чувств. Я так и не понял. А ты не удосужилась объяснить. Но в тот момент, когда на тебя летели ножи и тарелки, а ключ летел в море, в тот момент, когда я прижимала тебя к себе, в тот момент, я как никогда до этого понял, как преданно люблю тебя, как сильно боюсь за тебя, как яростно буду защищать тебя от любой опасности, как дорожит обои. А еще я понял, что не могу без тебя жить. Время ползет в полудню, солнце впечатывает себя в зенит, время застыло и ждет. И вот, наконец, Марио в очередной раз выскакивает пробкой из воды, и в руке у него «Да, да, да, тот самый, тот самый, тот самый ключ отмычка. Он совсем не похож на то, что ты нашла на влашином рынке, но ты узнаешь его. Через все эти годы ты узнаешь его линии. И он действительно больше отмычка, чем ключ. Ты кричишь от счастья. Марио подходит к тебе, мокрый гигант в гидравлическом костюме. О, Иисусе, Дева Мария! Кричишь ты, наконец-то, наконец-то! Дай его мне! Ты протягиваешь руки навстречу ключу, который лежит в ладонях. Дай его, закрываешь глаза, и в ту же секунду чувствуешь сильный и глубокий удар в область сердца. Ты распахиваешь глаза и не можешь поверить, но пятно на легкой летней буске растекается в бурмозером, на поверхности которого торчит ржавый средневековый гвоздь. Марио легко, легонько подталкивает тебя, и ты уносишься за борт. Невероятно красивый, раскинувший руки птицы. Рыбалка далась. Ты победила. И трубка звонит. Сергей, все готово, высылайте чек. И я встаю из-за своего старенького IBM и впервые в жизни, которая, так и не случившись, закончилась 20 лет назад. Не знаю, куда идти, о чем думать, а главное, чем заняться до смерти. Спасибо. Пока не уходим. А я хочу позвать сюда представителей, не совсем, представителей компании BMW Russia. Я под большим впечатлением вашего чтения. Это великолепристика. Спасибо огромное. Никто никого не убивал. И от компании BMW хочу уручить вам небольшой подарок. Ключ! Длительный призрак. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.